Без баяна С баянистом звонко, чисто! Заиграет он в момент! Добрый вечер, дорогие друзья! И этот вечер действительно очень добрый, потому что мы с вами собрались все здесь для того, чтобы отметить замечательный юбилей в 45-летие, со дня рождения Тимофея Волкова! Тимофей Волков – музыкант, певец, поистине народный баянист и художественный руководитель трех коллективов. Осенью 14 октября 1974 года на Покров в семье механика-водителя Ивана Фомича и учительницы Валентины Михайловны Волковых на свет появились двойняшки. Девочку назвали Натальей, а мальчика – Тимофеем. В родительском гостеприимном доме любили собираться гости. Там звучали народные песни, частушки. А как иначе? Ведь глава семьи Иван Фомич был душой компании. Играл на балалайке, на баяне, не зная нот. Играл на слух, но от всего сердца. Первым учителем музыки для Тимофея стал именно отец. С шести лет он начал учить его музыкальным премудростям. Показывал, как можно исполнить самые простые народные наигрыши. Для этого он усаживал сына перед зеркалом и буквально заставлял его играть. Но Тимофею эти уроки не очень нравились. В общем, вдохновить, заинтересовать музыкой маленького Тимофея отцу не удалось. Пусть в мир искусства очень сложен, ведь музам нелегко служить. Но этот труд красив и важен, и этим стоит дорожить. В начале 80-х годов в Новоалександровском доме культуры работал самодеятельный народный хор. В этом коллективе с удовольствием пел отец Тимофея. А руководил в то время хором известный многим музыкант, прекрасный байнист, хорместер Владимир Васильевич Иваненков. Сегодня он также присутствует в этом зале. Как-то отец взял семилетнего Тимофея на репетицию. Творческий процесс настолько впечатлил мальчишку, что после репетиции маленький Тимофей подошел к Владимиру Васильевичу и сказал заветную фразу, которая стала определяющей в его судьбе. Давайте мы сейчас спросим у Владимира Васильевича, что это была за фраза. Владимир Васильевич, не вижу его в зале. Мы обязательно у него сегодня еще спросим эту фразу. В общем, как вы уже поняли, что по-настоящему первым вдохновителем музыки для Тимофея стал именно Владимир Васильевич Иваненков. Шло время, музыкальной школы в поселке не было. Тимофей уже учился в общеобразовательной школе. Очень любил спорт, футбол, лыжи, баскетбол. Когда Тимофею исполнилось 12, в музыкальную школу отдавать парня было уже поздно. Но при доме офицеров Южно-Сахалинске в то время была музыкальная студия, в которую в 1986 году родители отдали Тимофея на класс баяна. Пришлось пройти пять классов музыкальной студии экстерном за три года, чтобы после восьмого класса общеобразовательной школы поступить в музыкальное училище. И с этой задачей Тимофей успешно справился. И в 1989 году поступает в Сахалинское музыкальное училище. Преподавателем по классу баяна стал Логинов Евгений Вальторович, у которого Тимофей многому научился, за что благодарен ему и сегодня. Особенно благодарен Тимофей педагогу за его терпение и выдержку, так как был он подростком не из легких. Но в 1993 году с отличными результатами окончил Сахалинское училище. И сейчас вы, уважаемые зрители, услышите в исполнении Тимофея Волкова и Олега Сальникова, бывших студентов Сахалинского музыкального училища, волжские припепки в обработке Анатолия Шалаева. Бурные аплодисменты, друзья! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Слово предоставляется председателю комитета социальной политики областной думы Виталию Евгеньевичу Гомелевскому. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья. После таких мелодий говорить-то не хочется, петь только хочется. Но петь я особо не умею. Попозже. Попозже. Я лучше зачитаю, вот чем говорить, такие сухие слова, я лучше зачитаю характеристику, чтобы Тимофей знал, как о нем думают в управлении культуры города. Тимофей Иванович Волков, коренной соколинец, потомственный казак, является хормейстером народного ансамбля казачьей песни «Воля» на протяжении 25 лет. Тимофей Иванович талантливый, упорный в достижении результатов. От природы одаренный, Тимофей Иванович прошел хорошую музыкальную школу, профессиональную подготовку. После окончания музыкального училища работал во двадцать детского и юношеского творчества по совместительству концентргейстерам казачьего ансамбля «Воля», где продолжает работать и по настоящее время аккомпаниатором. Тимофей Иванович постоянно работает над повышением профессионального мастерства. В 2003-м он окончил Хабаровский государственный институт культуры по специальности «Хоровое народное творчество» и теперь является хорошим аранжировщиком многоголосых хоровых произведений. Он хорошо чувствует хор, солистов, артистичен, умеет зажигать публику. Благодаря его таланту коллектив неоднократно становился победителем различных конкурсов казачьей культуры, проводимых за пределами Сахалинской области. Везде, где его коллектив принимает участие в официальных конкурсах, участники позиционируют Сахалинскую область как регион, заинтересованный в развитии культуры. Он также ведет большую воспитательную патриотическую работу, потому что в рамках реализации грантово-социального проекта «Жить! Родине служить!» направлено на патриотическое воспитание молодежи. В составе ансамбля Тимофей побывал с выступлением практически во всех музыкальных образованиях Сахалинской области, где передавал обычаи, традиции, песен и культуру казаков, большое внимание уделял и уделяет индивидуальной работе с молодыми участниками народного ансамбля, обучая их правильному исполнению казачьих песен. И вообще, Тимофей Иванович – настоящий народный музыкант. Его знает и любит не только в Южно-Сахалинске, но и в Сахалинской области в целом и за ее пределами. Так, во время выступления ансамбля в конкурсе хорового пения на фестивале «Казачок» в Краснодарском крае поселка Лазаревском, где коллектив, кстати, занял первое место в 2018 году, руководитель народного кубанского хора Захарченко дал высочайшую оценку творчеству Тимофея Ивановича и всему ансамблю, выразив мысль о том, что таких музыкантов, к сожалению, сейчас в России маловато. Ну и вообще, Тимофей Иванович принимает участие во всех социальных значимых мероприятиях города, области, всегда занимает активную жизненную позицию. Ну что тут добавить? Добавить нужно одно. Тимофей Иванович, хочется пожелать вам крепчайшего здоровья, ну что вам, всего 45. Давайте встретимся через 45 на этой же сцене. Обязательно. Пожелаю вам здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Ну и от Сахалинской областной думы вот такое красивое благодарственное письмо. И это еще не все. Учитывая, что ты руководишь коллективом, опаздывать на работу нельзя. Мы дарим вот с красивой эмблемой Сахалинской области, часы пусть они все время напоминают о том, что мы вместе. Виталий Евгеньевич забыл, что у меня нет времени, у меня есть вечность. На сцену приглашается советник отдела культурной политики Департамента культуры Любовь Владимировна Цыплакова и директор Городского дома культуры Родина Римма Юрьевна Лепехан. Добрый вечер, уважаемые зрители, добрый вечер, уважаемый наш сегодня народный, можно сказать, артист Сахалинской области Тимофей Иванович. Разрешите мне от Департамента культуры и администрации города Южно-Сахалинска поздравить Тимофея Ивановича, а попросту нашего Тимофея с этой замечательной юбилейной творческой датой. Пожелать прежде всего, конечно, творческих идей, вдохновения, благодарных зрителей, ну и, конечно, понимающих, поющих, талантливых исполнителей. Для того, чтобы, Тимофей Иванович, ваша жизнь протекала в хороших условиях, чтобы у вас все было для того, чтобы черпать вдохновение, мы вам дарим вот такой сертификат. Наши линии, это не важно. Сейчас слово я даю директору дома культуры, который непосредственно работает. Всем добрый вечер. Я думаю, что полный зал, переполненный зал Дома культуры, это подтверждение именно таланта, признания Тимофея Ивановича. Давайте еще раз поаплодируем. Я поздравляю. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Я оставлю о поле. И желаю вам реализации ваших талантливых, да, рекордских планов. Я думаю, что не обидятся наши остальные учреждения культуры, мы его делим. Уже научились делить, и Тимофей Иванович у нас как-то умудряется никого не обидеть. Поэтому, Тимофей Иванович, лично от себя, потому что я тоже помню Тимофея еще вот молодым начинающим артистом, действительно, чтобы творческое вдохновение у вас не иссякало. После окончания музыкального училища Тимофей едет в город Владивосток. Там поступает в Государственный институт искусств. Но учеба не заладилась. Во Владивостоке Тимофей прожил около года. Зато это время было очень богатым на творческие события. Подрабатывая в самодеятельном коллективе баянистом, Тимофей знакомится с местной поэтессой Элидией Сухаревой, которая была участницей творческого коллектива. И как-то на одной из репетиций она подошла к Тимофею и протянула лист бумаги. И слова ее были такие. Ты такой озорной гармонист, что я в честь тебя написала стихи. Тимофей посмотрел, стихи оказались песенными. Легко выстраивались в куплет припев, да и название у них было веселое. Эх, Тимошка! А что, если положить их на музыку, подумал тогда Тимофей? И к следующей репетиции песня уже была готова. Так началось совместное творчество. В течение года Тимофеем было написано еще две песни на стихи Лидии Сухаревой, которые сегодня вы также обязательно услышите. Ну а песню «Эх, Тимошка!» исполнит замечательная солистка Татьяна Рогова. Встречайте! Нет покоя Тимошки, Нет ни вечера, ни днем. Сердце ноет по гармошке, А быть может и по нем. Эх, Тимошка, люблю свою гармошку, Устрадай все девчонки, И по переборам звонким. Играет наша тульская душа, Вне пляшет русская, И пусть хоть пол проломится, А он не остановится. Погадаю на ромашке, Пусть мне точный даст ответ, Ты скажи, скажи, ромашка, Тима любит или нет. Эх, Тимошка, люблю свою гармошку, Страдают все девчонки, По переборам звонким. Играет наша тульская душа, Вне пляшет русская, И пусть хоть пол проломится, А он не остановится. Ромашка, Худром, рано, По заранку, Забирает весь народ, И берет свою батальянку, Играет и поет. Эх, Тимошка, люблю твою гармошку, Страдают все девчонки по переборам звонким. Играет наша тульская, душа мне пляшет русская, И пусть хоть пол проломится, А он не остановится. Летом 1994 года Тимофей возвращается на Сахалин. Осенью этого же года устраивается на работу концертмейстером в ансамбль казачьей песни «Воля». Работая в коллективе баянистом, набираясь опыта, в 1996 году устраивается на вторую работу в Дом культуры «Радуга» и организовывает там свой самодеятельный ансамбль «Калинушка», с которым работал уже как хормистер. Весной в 1998 году ему на глаза попадается видеозапись выпускников Государственного Хабаровского института искусств, кафедры народного хорового искусства. Песни в их исполнении поразили Тимофея. Тимофей понимает, что ему нужно, ведь знаний хормистера ему стало уже недостаточно. И уже летом он поступает на заочное отделение кафедры «Народное хоровое искусство», а в 2003 году благополучно заканчивает институт. Ансамбль «Калинушка» под руководством Тимофея неоднократно становился лауреатом и дипломантом городских и областных фестивалей творческих самодеятельных коллективов. А в 2007 году на дальневосточном фестивале «Живая Русь» в городе Хабаровске стал победителем, за что был удостоен премии губернатора Сахалинской области. Название коллектива напрямую связано с первой песней «Калина», которая была спета осенью 1996 года и стала его визитной карточкой. А сейчас встречайте на сцене народный ансамбль «Калинушка». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Помнишь, при нашей разлуке ты принесла мне к реке горсть не забудешь нежных цветочков в шелково-синих лаквея? Спасибо. 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 Также Тимофей сегодня пришел поздравить народный хореографический ансамбль «Экзотика». Тимофей «Потемия снег, скинулся». Танцуя на гулянье, открыли новый стиль. Шиплеты и сапожки, под русские гармошки, Под веристую ложки прославили кадры. Теперь почти не забытая, гитара не забитая, Но всё же небопорная, живота дни заторная. Эх! Даль-дали-дали-дали-да, даль-дали-дали-да, Субтитры подогнал «Симон» 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 Депутат областной думы Светлана Васильевна Иванова Субтитры подогнал «Симон» 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 Мы благодарим вас. На сцену приглашается директор Центра народной культуры «Радуга» Светлана Александровна Садовая. 45 лет возраст настоящих свершений. Это возраст, когда количество лет определяет качество дел. Тимофей Иванович, я желаю вам творческих успехов, побед, в том числе с коллективами Центра народной культуры «Радуга». Позвольте вручить вам почетную грамоту за многолетний добросовестный труд, ответственное отношение к делу, высокое профессиональное мастерство, неиссякаемую энергию в достижении поставленных целей. Успехов вам! Благодарим вас! И вновь мы возвращаемся в 1994 год, когда была написана вторая песня на стихи Лидии Сухаревой. Песня называется «Эх, лапти», а исполнит ее великолепная солистка Людмила Турова. Встречаем! Песня называется «Эх, лапти», «Эх, лапти», «Эх, лапти» 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 Ах, и лапки хороши, я втажу вам от души, да и жизнь хороша, не страшна инфляция, только в лапки, только в лапки буду обуваться я, и пятки не трут, и пальцы не жмут, эх, не наразили лапки, не наразили, ах, ах, ах. Это вам не хром, не замша, это вам не афидац, удержаться невозможно, ноги сами рвутся в ляк, ах, лапки хороши, я втажу вам от души, да и жизнь хороша, Ах, и лапки хороша, не страшна инфляция, только в лапки, только в лапки буду обуваться я, и пятки не трут, и пальцы не жмут, эх, не наразили лапки серно-сили, ах! В 2007 году в управление культурой обратились представители местной Южно-Сахалинской организации инвалидов с просьбой предоставить им возможность создать вокальный ансамбль на базе городского дома культуры Родина. Им пошли навстречу. Так появилось маленькое клубное формирование из семи пожилых людей с музыкальными способностями, но главное с активной жизненной позицией, которая возглавила Иовлева Людмила Глебовна. Назвали коллектив «Надежда». Люди хотели петь, а для этого требовался квалифицированный специалист. Тимофею было предложено поработать в «Надежде» хормистером и аккомпаниатором, на что он с легкостью согласился. Коллектив стал быстро пополняться новыми участниками. Через год в коллективе было уже 20 человек. Появились и творческие амбиции. Ансамбль стал выступать в концертах Дома культуры, расширил репертуарный план. Появились собственные концертные программы, что позволило выступать собственными концертами в социальных учреждениях города, на городских праздниках и мероприятиях. Коллектив приобрел популярность и в 2010 году вокальный ансамбль «Надежда» получил звание «Народного самодеятельного коллектива». Свет, тепло и радость, которые ансамбль дарит своими выступлениями, нельзя измерить, потому что этот коллектив поет душой. Вы сейчас сами в этом убедитесь. А визитная карточка этого коллектива — песня «Молодые мы молодые». Итак, встречайте, на сцене народный хор «Надежда». АПЛОДИСМЕНТЫ Благодаря вам аплодисменты! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПОЮТ 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 Вот, и появилось желание, и я не мог себе представить, что на сегодняшний день мы будем иметь наш город, совершенно уникальный в своем роде, абсолютно полноценный хор «Надежда». Аплодисменты. Напои ты меня ключевой водицей, мать Россия моя, златоглавая Русь, напои ты меня, дай мне вдоволь напиться и омой мне на сердце застылую грусть. Аплодисменты. 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 Но гореть и бед, Русякая петь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. В ожерелье снежных сопок, В алых заревах рябин, На краю российских тропок, Господи, расположен Сахалин, Продуваемый Норд-Остом с горьким запахом волны, Распростерся чудо-остров на четыре стороны. Распростерся чудо-остров на четыре стороны. Просят, что такое Сахалин, Мы отмечки здесь не скажем, Потому что он один. Потому что в целом свете, если сказать таких чудес, Это море и медведи, это емель до небес. Сахалин мой, Сахалин, Виспалин вздает их глубин. Сахалин мой, Сахалин, Остка, сказка, мой Сахалин. Это осень золотая, Низ укропы выше крыльев, Это облака туманам, Что себя не разглядит. А еще на Сахалине ехте черные ручки, И усталые матросы в бой приводят корабли. Сахалин мой, Сахалин, Виспалин вздает их глубин. Сахалин мой, Сахалин, Остка, сказка, родной Сахалин. Сахалин мой, Сахалин, Остка, сказка, родной Сахалин. Сахалин мой, Сахалин, Виспалин вздает их глубин. Сахалин мой, Сахалин, Остка, сказка, родной Сахалин. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, а мы еще раз возвращаемся в 1994 год. Незадолго до отъезда на Сахалин, Тимофеем была написана третья песня на стихи Лидии Сухаревой. Песня называется «Ожидание», а исполнит ее известная солистка Надежда Хмарская. Встречаем! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Приезжай, мой любимый, Как устало я ждать. Начинают ромашки на лугу расцветать. О, я белое поле, небосвод голубой, Не обидно домой, что я здесь не с тобой. ПЕСНЯ НА СОБАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА СОБАННОМ ЯЗЫКЕ Это знают ромашки на зелёном лугу. Лепесток белый нежный, тихорёк на траву. А букет белоснежный я тихонько нарву. Для тебя соберу я сердцу милой букет. Я всё жду и волнуюсь, а тебя нет и нет. Приезжай, мой любимый. Приезжай, дорогой. Здесь я, как на планете, совершенно другой. Приезжай, мой любимый, как устала я ждать. Начинают ромашки на лугу от света. Приезжай, мой любимый. АПЛОДИСМЕНТЫ Надежда классная! Лучшая! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТ АПЛОДИСМЕНТ Коллектив, который выйдет на эту сцену, знают не только в Сахалинской области, но и далеко за ее пределами. Это истина народный коллектив, который побывал на многих всероссийских конкурсах, где зачастую становился победителем. В 2012 году он был приглашен на заключительный галоконцерт Всероссийского конкурса «Казачий круг», который проходил в Москве на исторической сцене Большого театра и занял там третье место среди лучших певческих казачьих коллективов России. Коллектив обладает огромным творческим потенциалом и по праву считается самым титулованным самодеятельным коллективом на Дальнем Востоке. Так, в 2017 году ансамбль принял участие в Международном фестивале казачьей культуры, который проходил в Адыгее и занял там первое место. В 2018 году этот же коллектив занял первое место на конкурсе казачьей культуры в Сочи. А в 2019 году ансамбль принял участие в Международном фестивале «Казачье братство», который состоялся в Воронежской области и был признан лучшим самодеятельным коллективом. И вы все, конечно, уже догадались, о каком коллективе идет речь. Встречайте! Народный ансамбль казачьей песни «Воля!» АПЛОДИСМЕНТЫ Любовь мне, когда тон разливается, И зеленеют ручки по весне, И туман над рекой расселается. Ай, дача, Бога, любовь мне, И туман над рекой расселается. Ай, дача, Божа, любовь мне, Любовь мне, когда зоренькая стоя, По грязцам отражается в огне, И блестит купола солнца красная. Ай, дача, Божа, любовь мне, И блестит купола солнца красная. Ай, дача, Божа, любовь мне, Любовь мне, когда песня знакомая, Раздеревит сердечно душу мне, И в кругу за столом вся родня моя, Ай, дача, Божа, любовь мне, И в кругу за столом вся родня моя, Ай, дача, Божа, любовь мне, Любовь мне, когда песня знакомая, Тихая, дача, божа, любовь мне, Призываю, дача, божа, любовь мне, Ай, дача, Божа, любовь мне, Любовь мне, когда вода горячая, Наводит страх на басурман и мне, Любовь мне, любовь мне, Любовь мне, когда песня знакомая, Ай, дача, Божа, любовь мне, Любовь мне, когда песня знакомая, И в кругу за столом вся родня моя, После огромной потери, которую переживал не только коллектив, но и вся Сахалинская область. Весной 2019 года ушла из жизни бессменный руководитель коллектива, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Украины Засенко Людмила Петровна. Именно у нее Тимофей многому научился, смог продолжить ее дело. И теперь коллектив продолжает работать, жить активной творческой жизнью. В августе 2019 года, после выступления на Международном фестивале «Казачье братство» в Воронежской области, к участникам ансамбля подошел Верховный Атаман Союза Казаков России, задорожный Павел Филиппович. И выразил свое удивление и восхищение тому, что на далеком острове чтут казачью песенную культуру, хранят традиции казачества, щедро делятся этим с народом. Он выразил большую благодарность руководству области за поддержку коллектива, за предоставление возможности принять участие в фестивале, а ансамбль удостоили награды. Для вручения ордена за службу казачеству на сцену приглашается товарищ Атамана Соколина Курильского окружного казачьего общества при Уссурийском войске казачий полковник Александр Михайлович Захожий. Уважаемые присутствующие в этом зале, уважаемая администрация такого прекрасного дома культуры Родина, уважаемый ансамбль «Воля» Тимофей Иванович, я по поручению Атамана Соколина Курильского окружного казачьего общества казачьего полковника Рябова Сергея Васильевича зачитываю приказ Верховного Атамана Общероссийской общественной организации Союза казаков России номер 18 от 20 августа 2019 года в город Москва о награждении творческого коллектива, исполнителей русского народного фольклора казачьего танца, казачьей песни. Приказываю наградить орденом за службу казачеству народный ансамбль казачьей песни «Воля» при Южно-Сахалинском городском доме культуры Родина художественный руководитель ансамбля Волков Тимофей Иванович. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот удостоверение орден за службу отечеству. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Орден! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И это еще не все. Внимание! Почетной грамотой Верховного Атамана Союза Казаков России награждается Народный ансамбль казачьей песни «Воля» при Южном Сахалинском городском доме культуры Родина художественный руководитель ансамбля «Волков» Тимофей Иванович Верховный Атаман общероссийской общественной организации Союза Казаков был член Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества Павел Филиппович Задорожный И это еще не все Генерал-майор уссурийского войска Степанов Владимир Николаевич награждает памятным знаком 130 лет уссурийскому казачьему войску за активное участие в деле возрождения казачьего движения сохранение традиций казачьей культуры личный вклад в установление и укрепление уссурийского казачьего войска наградить памятным знаком Волкова Тимофея Ивановича наградим и от себя лично я бы хотел пожелать Волкову Тимофею Ивановичу крепкого казачьего здоровья счастья, благополучия а ансамблю Оля самосовершенствования дальше и не оставаться на достигнутом Люба! 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 Мы благодарим вас, Александр Михайлович А сейчас в исполнении женской группы прозвучит песня, которую когда-то запевала Людмила Петровна и очень ее любила И вообще вот этот блок, песенные ансамбля посвящен полностью памяти Людмилы Петровны Засенко Сейчас «Девичьи страдания» исполняет женская группа хора Я немножко ими подирижирую Петя Тутки Петя Тутки Петя Тутки Петя Тутки А сейчас «Довсер» О, Петя Тутки Петя Тутки Не дождусь, ой, залётка, ой, залётка, Ах, где ты, где ты? Ох, хороши твои, хороши твои приветы. Ох, хороши твои, хороши твои приветы. Приди, милый, приди, милый, ступни стену. Ох, а я выйду, а я выйду, тебя в стену. Ох, а я выйду, а я выйду тебя в стену. Ветят утки, ветят утки, и льва гуся. Ветят утки, ветят утки, и льва гуся. Ветят утки, и льва гуся. Друзья, следующую песню, которую для вас исполнит ансамбль казачьей песни «Воля», была услышана и записана в городе Хабаровске мной в студенческие годы. В интернете вы её не найдёте, её нету. То есть мне напели, я записал мелодию. В процессе, когда я уже приехал на Сахарин, сделал аранжировку этой песни. Песня сказочная, очень душевная. Вообще, сегодня «Воля» блок памяти будет петь такой камерный блок. Песня называется «Вышел месяц молодой за водой». Послушай. Песня называется «Воля» Песня называется «Воля» «Воля» Песня называется «Воля» Песня называется «Воля» Песня называется «Воля» Песня называется «Воложен called» Песня называется «Воложен cielo» Песня? Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.